Скрываясь в тени, как капюшон в английском цилиндре, к нам вдруг решило подкрасться нечто, обутая во мрак и злобная хихика. А оно перекатывало в голове катышки странных, намерений пряча в самых потаённых закоугах своего бездонного плаща что-то очень страшное, неразвидеваемые мои из-за невиданной мерзости своей. А те, кто видели, содрогаясь в объятиях смерти жалели, что это не какой-нибудь экспедиционист с неразвидевым воеваемым. Однако нам оно всем очень знакомо и вроде бы есть в этом узнаваемые черты, но всё же нет, не то, оно совсем не такое, как прежде, потому что оно изменилось. Assassin's Creed Chronicles India стартует на основных платформах 12 января и этого самого года, который будет 16-й. И это, в принципе, уже вторая игра из данной серии Assassin's Chronicles. И вроде бы история вселенной уже рассказана и запутана по самой неболой. Были в ней и богоподобные пришельцы, и был и конец света, была реинкарнация людей и богов, были ордены тамплиеров, тайны изборища ассасинов, артефакты, позволяющие владеть всем миром и много чего другого, но всего этого, видимо, недостаточно. И приключение героя, врезающего за всё хорошее толпы и давящего каретами детей во имя великой цели продолжается. На этот, правда, раз нас закидывает в 1741 год на родину антиговяжьего лобби планетарных масштабов. Время, прямо сказать, непростое. В разгаре противостояния Сихрской империи и Британии в роли Ост-Индской компании, и могучая империя в ходе этого конфликта прекратит своё существование в 1849 году. Ну а пока главный герой в лице Арбаза Замира должен, как обычно, выкрасть некий могучий артефакт у репти... плиеров. И так как это Юбисофт, а ассасин уже конвейер, вы, я думаю, понимаете, что чего-то более вторичного, чем сюжет от Юбисофта в конвейере, отыскать просто невозможно. То есть можно, конечно, устроить битву титанов, колдитам и ассасинам, но это как наблюдать за играющими в кёрлинг актёрами подростковых корейских сериалов про чувства. Вы будете смотреть и рыдать, а они будут орать, выдавливая из себя чувства с кровью, а неумолимая гигантская шайба повествования будет медленно скользить вперёд, плюя и на вас, собственно, и на кричащих. Однако геймплейно, как и предыдущая China, выглядит всё это крайне мило, несмотря на то, что это по-прежнему типичный аркадный двудешный платформер, упорно косящий по 3D. Но в целом, кому что, а лично я готов скинуть потные ладошки к небу, взывая к неведомому ничему вопяну, наконец-то, боже, они сделали что-то по-другому. Правда, как в прошлый раз, да? Но это лучше, чем то, что они сделали с синдикатом, где не осталось ничего вообще из того, что могло бы быть, и серия вернулась к первой игре, лишившись как-то и хардкора, и былой вменяемости, а добротный кооператив, забавный мультиплеер и фишка с братством пропали нахер. Сама же игра, как и раньше, больше всего напоминает шикарную This War of Mine, только без элемента обустройства убежища. Что прискорбно, потому что было бы весьма круто обустраивать базу ассасинов, принимая в ряды будущих фрешителей всепобедунского добра, новых маньяков, готовых ради возможности резать людей тысячами, смирить свои непомерные аппетиты и амбиции и утилизировать только настоящих злодеев, коими, безусловно, являются абсолютно все, кто не с нами. Ассасины — это, в принципе, пиздец, какие фашистующие выродки, на самом деле. Однако, отчего-то не взглянув на успех мобильного фоллаута, ребята все равно почему-то не захотели делать что-то более суровое или серьезное, к чему можно было бы приплести исторические факты и прочее с фишкой в виде создания альтернативной истории. То есть это было бы вообще просто отвал башки, как любопытно. Будь оно, в принципе, таким, ни одной индийской красавице не пришлось бы объяснять милашке-дочурке, глядя ей прямо в заплаканные глазики, что папа больше не придет, потому что больной ублюдок спрыгнул на него с крыши и вонзил кинжал прямо в кадык. В остальном же атмосфера ассасинов передана на отлично. Есть в хрониках Индии прыжки веры и всевозможные приемчики для отвлечения внимания, есть кучки прохожих для укрытия в толпе, есть целый набор орудия, скрытного убийства и по-настоящему вдумчивая боевая система. То есть во время драк не получается затыкивать врагов в режиме берсерка, прям как и в настоящем первом ассасине. Необходимо ждать подходящего момента для парирования или контратаки, а не опять же вырезать весь сука британский контингент высадившийся в Америке в течение 10 минут планомерно втаптывая ЛКМ. Вот. Ну а графика для этого жанра просто на уровне бога. Она не запредельно реалистична, она просто на всего как бы правильно это сказать. В общем вы поняли, да? Складывается ощущение, что на экране перед нами предстает нарисованная акварелью картина. Да вообще будем откровенны, Хрониклс это лучшее вообще что случилось с Ассасином за последнее время. Но правда одно лично мне остается непонятным. Почему игра, явно изначально задуманная для мобильных платформ, выходит в итоге везде кроме этих самых мобильных платформ. По сути это был бы просто шедевр для любителей посидеть в комнате раздумий. Вот. Ну и в общем парни игра стоит вашего внимания, хотя бы даже внимание одного невнимательного глаза. На этом у нас пока все и... О Боге! Как бедра шивы загружают твердь земли, так твои глаза Крушат стены выстроенные мукой любви Вокруг моего сердца Не знал я и не думал. Ошаловливый я шалопай. Не думал и не знал. Не знал, что меня любишь. Не знал, что не играешь. Что сердцем всем желаешь. Я буду твоим мрахмой. Ты будешь моей мишной. Давай-ка вместе кри-креп. Харе-харе-кришна. Твою мать. А теперь ты, ты и ты, да. Да, ты. Встиките лайка, братья. Ну и покажите друзьям. Мы вам за это, парни, будем чрезвычайно благодарны, особенно за репосты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!